СЕРЖ ГЕНСБУР Посол Франции в Украине господин Филипп де Сюремен первый раз услышал Генсбура, когда был студентом. Тогда, в 70-е, это было очень модно. Его отец родился здесь, это было в 1891 году, что-то в этом роде. И он приехал с супругой Ольгой во Франции после революции. И действительно это влияло на сочинение Генсбурга, потому что, как часто бывают наши артисты, наши поэты, они часто имеют или контакты, или корни иностранные. И тот факт, что у него были корни в Украине, ему дало такой, может быть, славянский шарм. Серж Генсбура, настоящее имя Люсьен, родился в 1928 году на задворках Парижа. Переименовал себя в Сержа, потому что считал имя Люсьен слишком парикмахерским. С конца 40-х зарабатывал на хлеб, играя в баре. Возможно, так и колотил бы по клавишам до старости, но в 1958 он записал свою первую пластинку, и она принесла ему известность. Моя жизнь – это равносторонний треугольник. Его стороны – алкоголь, сигареты и женщины, говорил Генсбург. Его романы становились темой для обсуждения во всем мире. Внешняя непривлекательность абсолютно не мешала ему пользоваться большим успехом у женщин. Сам он не без основания считал, что страшно женщин возбуждает. Считается, что его дунжанский список приближался к телефонному справочнику. Трудно сказать, что есть французские рецепты. Я думаю, что есть традиция во Франции, как говорят, «сабуар вива». Это традиция свежливости, уважения к женщинам. И если есть славянский жарм, кажется, что тоже есть французский жарм. Но это не трудно судить, кстати. Тактика обычно была следующая. Генсбург приглашал даму в шикарный ресторан, молчал, смотрел, курил и эффектно надирался. После двух таких вечеров его дичь была уверена, что титан парализован огромным чувством и начинала действовать сама. Уродство выше красоты в том смысле, что дольше сохраняется, любил говорить Генсбург. Имидж странного Дэнди подпитывает интерес. Дорогой темный пиджак с драными джинсами. Глянцевые журналы его фотографируют на перегонке, а главное кутюрье копирует стиль. Владимир Сиваш, в прошлом ведущий программу «Поп-3000» на 7 канале, теперь столичный музыкальный журналист. Собирает Генсбура давно. Его коллекции – очень редкие записи. За вот этим своим сумасшедшим поведением, весь этот эпатаж, это был просто более защитной реакцией для него. На самом деле он был очень уверенный в себе человек, и ведь известный же факт, что в самом начале своей карьеры он не пел, не выходил на сцену только потому, что, ну, снялся своей внешностью, снялся своей способностью, снялся своего таланта. Генсбург никогда не снимался в хороших фильмах у режиссеров первого ряда. Играл, что попадет. В фильме «Я вас люблю», где Генсбург появляется в одном кадре с очень молодым и очень красивым Жераром Депардье, обычно полностью выжигающим вокруг себя пленку, зритель смотрит на Генсбура. Вы видели уже этот фильм? Искренне, это первый раз. Первый раз? Да, 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 да. Ну, мне это очень интересно. Конечно, там самые хорошие актеры. В 70-е он работает очень много, но публика больше интересуется его экстравагантными поступками. Телевизионные передачи, жуткое сквернословие, жжет 500-франковые банкноты. Во время другой отрезает галстук самому популярному ведущему. Был чуть было не побит ветеранами сопротивления за регги-версию Марсельезе. Он играл здесь самого себя? Да. Я думаю, что это действительно у него была очень сложная сентиментальная жизнь. И это показывается. Если он был чисто порядочный, нормальный человек, это не было бы Генсбургом. Во Франции Серж Генсбург – всенародный любимец. Стал им после того, как умер. При жизни он вызывал не столько восхищение, сколько пренебрежительное к себе отношение. И только когда его не стало, все увидели, что этот комичный, на первый взгляд, чудак, вечно в поиске и вечно небритый, успел сочинить столько прекрасной музыки, что хватило бы на целый полк трезвых, как стеклышко, и чисто выбритых композиторов. Главное в Генсбурге – его истинность и откровенность. Он не любил политику, любил деньги, которые тратил не глядя. В шкафу он оставил после смерти один пиджак и три рубашки. Бузил по-всячески и понял, что единственная ценность человеческой жизни – это любовь. Оно и счастье, ради которого имеет смысл жить. На похоронах Генсбура Катерин Денев прочитал над его могилой любимую строчку. От счастья убежать, пока оно не скрылось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова